Упор, что у Владимира Старченко можно позавидовать. В прошлом году он занял на Международной Олимпиаде по экспериментальной физике третье место. В этом году он вновь решил штурмовать Олимп точной науки, и копилка наград пополнилась серебряной медалью. Оценивая участие в конкурсе, юноша отметил, что задания в этот раз были интереснее. Задачи просто стали немного другими. Если в прошлом году какие-то эксперименты были, было сказано, что делать просто был на прямые руки, то сейчас большинство экспериментов уже было на что-то придумать, какую-то установку собрать. Особенность этой Олимпиады в том, что у школьников проверяются не знания теории, а то, как старшеклассники могут применять полученные знания на практике. Учитель физики, с которым Владимир готовился к конкурсу, отметил, что только дополнительные занятия помогли его ученику добиться высоких результатов. Когда на Олимпиаде необходимо готовиться целенаправленно, после уроков, проводя различные эксперименты. Вадим Ларионов считает, что Олимпиады по экспериментальной физике – это хорошая возможность проверить ученика на предмет того, как он может применять полученные в школе знания. А призовое место подтверждает, что время потрачено не зря, и у молодого человека определенно есть способности. Там может быть дано просто оборудование, и дальше идею проведения эксперимента, методику проведения эксперимента ребенок должен придумать сам. Проведя больше недели за границей на Олимпиаде, сейчас Владимир возвращается к обычному ритму жизни. Уроки, друзья, учителя, родная школа, но в планах опять подготовка к поездке на Олимпиаду в следующем году. Теперь за золотой медалью. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.